Итак, добрый день. Сегодня мы с вами будем делать шапку зонта вент-канала. Если вам нравятся мои видеоуроки, не забывайте подписываться. Спасибо. Так вот, сам зонт вент-канала можно создать двумя возможными методами. Ну, либо задействовать у себя в проекте двумя возможными методами. Первый простой, второй немножко посложнее. Но всё зависит от того, насколько вы хорошо умеете работать в программном комплексе. Первый метод это найти готовое семейство в интернете, подгрузить и редактировать уже в соответствии со своими дымоходами, вент-каналами и так далее. Вообще, что из себя представляет шапка зонта вент-канала, я покажу в нескольких картинках. Либо намного быстрее, если вы не знаете, где искать и тратить на это время, можно создать их собственноручно. Что нам для этого потребуется? Да, на самом деле, просто умение выдавливать все основные элементы. Мы, грубо говоря, сделаем семейство, микросемейство внутри проекта через обобщенные модели. Итак, что мне для этого необходимо? Я перейду во вкладку архитектура, компонент, модель в контексте. Здесь очень большое количество различных категорий, которые в дальнейшем мы можем присвоить уже готовому элементу. Пока, если мы не знаем, что мы делать будем и к чему это относится, лучше всего подходят обобщенные модели. И я вам уже говорил. Окей. Вент-каналы сами я буду создавать для домика. Плейлист уже был сделан от и до с оформлением планов по ГОСТу, поэтому если захотите, ссылка будет и в описании, и сверху на первое же видео. Как будет называться модель? Да, вент-канал. Вент-канал. Окей. Что мне необходимо? Ну, можно было и заизолировать основные элементы, то есть подсветить мои трубы и изолировать через очки снизу. Я этого не сделал и сейчас пока уже заниматься не буду. Мне необходимо задать рабочую плоскость для начала построения. Мне сначала нужно замоделировать окантовку моей трубы, вспомогательную перегородку, которая будет препятствовать проникновению влаги в трубу, ну и, соответственно, сам зонт. Я буду задать рабочую плоскость, я буду выбирать плоскость и буду выбирать верхнюю грань своих стенок, либо готовой сборки моего вент-канала. Проверяю на функции показать рабочую плоскость, что она у меня находится там, где должна быть. Если она у вас получилась достаточно маленькой, можно ее подсветить один раз левой клавишей мыши, вообще габарит самой рабочей плоскости ни на что не повлияет. Вы можете ее расширить собственноручно, поэтому не пугайтесь, если она у вас будет очень-очень маленькой. Я проверил то, что рабочая плоскость находится на том уровне, на котором мне необходимо. Я могу выключить показания рабочей плоскости и приступим к выполнению. Я буду пользоваться двумя инструментами. Это инструменты выдавливания, выдавливания, сдвиг и переход. Мне необходимо замоделировать контур вокруг моей трубы при помощи элемента сдвиг. Мне необходимо при помощи элемента выдавливания поставить опорные ножки и, соответственно, окантовку моего вент-канала. И при помощи элемента переход замоделировать крышку, по сути дела. Форма ее может быть любая. Вы собственноручно можете сделать какую угодно, либо какую пожелает заказчик. Картинкой по названию всех основных структур моего вент-канала я тоже вынесу, вы ее увидите здесь. Ну, не моего, а примера, как реально в трейтингной терминологии они называются. Итак, для начала я воспользуюсь элементом сдвиг. Мне необходимо после активации элемента сдвиг выбрать эскиз траектории. Мне здесь не нужно переходить на вид сверху, так как я уже задал рабочую плоскость, и программа мне не даст перенести на какую-либо другую рабочую зону. Я могу просто нарисовать траекторию, находясь в трехмерном виде, по конечным точкам. Я замоделировал траекторию. Нажимаю зеленую галочку, я подтверждаю, что эта траектория верна. У меня появляется видимость профиля, пересечение. Так вот, я должен на него смотреть, не вот под таким углом, а чтобы видел все четыре основных направляющих. То есть я должен смотреть на него слева. Ну, либо получается у меня это будет справа. Либо справа, либо слева. В любом случае, вы должны видеть все основные линии. Во вкладке вид у меня есть активация толстых и тонких линий. Советую вам сразу же по умолчанию работать в тонких линиях. Объясняю почему. Сейчас при построении моей траектории, если я займусь, то у меня контур вент-канала уже настроен по ГОСТу. Все основные отображения толщины линий. И они могут помешать в стыковке самого основного вент-канала. Поэтому тут нужно будет корректировать. Во всех остальных случаях лучше все-таки работать в тонких линиях. Я перехожу в изменить, прошу прощения, да, изменить сдвиг. Меня интересует выбрать профиль, редактировать профиль. Я ничего не нажимал. То есть выбрать профиль и редактировать профиль. Теперь я снова попал в панели рисования. Я буду рисовать обычным набором отрезков, линейное построение. Пускай у меня будет 50 мм. 50. И по 10 мм выступать. 10. Здесь будет 60 получается уже. Здесь будет 60. И замыкаем. В принципе, все построено верно. Единственное, что мне стоит не забывать, если я нажму на зеленую галочку, посмотреть. Один раз нажал, второй раз нажал. Подсвечу мой вент-канал. Никуда ли не сместилось у меня основное значение. Нет, все получилось верно. Если вам нужно сразу же задавать материал моего вент-канала при подсветке любого элемента выдавления, в панели свойств вы можете его настроить. И задать тот материал, который вам будет необходим. Либо который вам уже известен. В данном случае пускай я поставлю его алюминием. Пока мне это не волнует. Ну, я могу включить реалистичный вид и могу увидеть, что здесь уже добавится алюминий. Вот она отличается от того, что состава. Но в реалистичном виде лучше не выполнять настроение. Компьютер загружается сильно. Теперь что я сделаю? Снова панель создания. Задать рабочую плоскость. Выбрать плоскость. Выбираю плоскость. Верхнюю теперь уже границу выдавленного моей окантовки трубы. Нажимаю один раз левой клавиши мыши. Воспользуюсь элементом выдавливания. И на виде сверху выдавлю основную окантовку. Ну, точнее окантовку. Отпорные ножки моей трубы. Здесь я посмотрю, чтобы точно мне не промахнуться. Толщину. Вот отсюда буду начать. Окей. Вид сверху. Сверху я также делаю 50 мм. Опять же, контур. Может быть любой. Вы собственноручно его будете подбирать. Я просто моделирую для общего понимания. Изначально при построении у вас есть конец выдавления в панели свойств. Если я сейчас построю без изменения этого численного показателя, у меня выдавится элемент на 3000 мм вверх. Напоминаю, что Revit работает в миллиметрах. В данном случае, пускай он у меня будет выдавливаться на 100 мм. Я это абсолютно устрою. Выделю нарисованную контур. И при помощи функции зеркала с построением оси, отзеркалю основные элементы. Так как я строил через линейное построение, мне будет достаточно просто, повторяя основные элементы, нажав на клавишу Enter, повторение последнего выполненного действия, выполнять функцию зеркала. Так как элементы уже будут построены. Соглашусь с выполнением данного действия. Вот мы видим то, что у нас появились опорные ножки. Но я их буду называть опорными ножками. Выбираю материал. Пускай так же будет алюминий. Что я сделаю теперь? Мне нужно бортик сделать, чтобы влага не попадала. Потому что дождь у нас не всегда идет в вертикальной плоскости. Бывает и косой, чтобы не попал дождь в нашу трубу. Я на виде сверху. Снова выполню элемент выдавливания. И выдавлю. Так же 50-ти... Ой, 50-ти миллиметровый. Но на высоту выдавливания пускай будет 40 мм. Элемент. Воспользуюсь функцией зеркала. Выделю элемент. Воспользуюсь функцией зеркала. Отзеркали его на противоположную сторону. Выполню построение аналогичным методом. Даже могу через прямоугольник. Двух других сторон. Будет даже быстрее, чем через функцию зеркала. Вот у меня несколько контур. Соглашусь с выполнением данного действия. Можно было сделать его и чуть-чуть поменьше. Материал опять же задам. Либо я мог его задать уже в последующем выполнении действия. А теперь... Кладка создания. Задать рабочую плоскость. Мне необходимо сверху нарисовать шапку моего вентканала. Выбрать плоскость. Выбираю плоскость верхнюю опорных туэр. Сразу же смотрю на виде сверху. Через видовой куб. Через видовой куб я буду пользоваться элементом переход. Дело в том, что давайте сейчас подсвечу этот элемент настроения. Отменю выполнение действия. Мне нужно, чтобы выдавился либо конус, либо любая угодно, какая угодно функция, какой угодно контур, который вы видите, должен быть задействован. Я буду пользоваться элементом перехода. Переход. И, кстати, материалы мог еще до начала моделирования задать. Такая у меня будет материал сразу же алюминька, чтобы лишний раз не лезть. Смещение 50 миллиметров. Для чего я это делаю? Для того, чтобы у меня шапка была шире самой трубы. Глубина такая будет тоже 50 миллиметров. Сейчас вы поймете, на что она влияет. Выбрать линию. И выбираю контур своей трубы. Для тех, кто будет придираться, контур ли вы трубы выбираете, вы выбираете контур самого выдавленного элемента, да, вы правы. Поэтому я мог перейти в каркас и замоделировать по контуру трубы. Но разница в 10 миллиметров роли существенно не сыграет. Только если на визуальный образ самого винт-канала. Давайте, для тех, кто потом может захейтить это видео, я, соответственно, выберу границу своей трубы. Раз. Два. Три. Четыре. Раз, два, четыре. Редактирование верха. По поводу редактирования верха. Чтобы мне правильно попасть в центр, я сначала построю диагональную линию. Главное, не забыть убрать смещение. Мне оно не нужно. И самое удобное, сверху построить через функцию многоугольника. Потому что в нем легко можно найти центр. Прямоугольник придется двигать. Либо можно было построить круг, тогда будет конусообразный элемент самого выдавления. Но я построю прямоугольник. Прямоугольник с числом сторон 4. И меня интересует построение по центру и сделаю его максимально маленьким, чтобы он мне ни на что не повлиял. Удалю после выделения диагональную линию, соглашусь с выполнением данного действия. У нас получился, дайте из каркаса перейду в скрытую линию, вот такой вентканал. В реалистичном виде он отображается вот таким вот образом. Как перенести вентканалы на оставшиеся элементы? Сейчас я соглашусь с выполнением данного действия и завершу модель. Вот он мой вентканал. Здесь я могу поменять его только габариты. Материал мне уже будет не поменять. Мне нужно будет каждый раз заходить в контекстное редактирование и менять элемент. Для каждого элемента в отдельности материал. Но мы этого делать с вами не будем. Как переносятся элементы? Ну на самом деле в трехмерном виде это можно сделать, либо можно сделать на любом из фасадов. Выделяется сам вентканал при помощи функции копирования, особенно если вентканалы на одной высоте. У вас будет видна контур вашей трубы и вы переносите. Как перенести вентканал на другую какую-либо высоту? Ну на самом деле в панели свойств есть смещение от уровня. Можно базироваться от этой функции, зная высоту своей трубы. То есть смещение от последнего вашего уровня. Либо можно также при помощи функции копирования поднять на необходимую высоту. И тут уже стыковать. Как вам будет удобно. Либо, ну на самом деле это два основных таких метода. Я сейчас перенесу этот вентканал сюда. Чтобы он у меня не мешался. Вот таким вот образом. И таким образом у меня получилось три зонта вентканала. Материалы вы будете выбирать собственноручно. Так же как и форма самого вентканала задается вами собственноручно. На самом деле вот за 10 минут можно сделать все вентканалы. Но в некоторых случаях вы будете по 15-20 минут, если у вас нет готовых заготовок, искать эти семейства в интернете. Вот. Надеюсь видео было полезным. Достаточно короткое. Если вам нравятся видео уроки, вы знаете, что нужно делать. Всем спасибо и скоро увидим. До свидания.